Международный форум добровольцев завершился. Перед официальной церемонией президент вместе с Вениамином Кондратьевым посетил стенд Общероссийского народного фронта. Молодежь представила главе государства свои проекты. Например, жителям Кубани они активно помогают решать жилищно-коммунальные проблемы. Мы отвечали вопрос газификации по Краснодарскому краю. На прямую линию поступило 449 обращений по данному вопросу. Наш край вообще газифицирован на 84 процента. Это выше среднего уровня по стране. Но все равно остались еще те поселения, где люди до сих пор еще ждут газ. Также интересный случай. Это село Красное Топсинского района, где мужчина, у них задача стоит, необходимо провести трубу 3 километра. И есть вариант, когда жители сами это делают, а также можно это сделать по госпограмме. И вот у нас там очень активный мужчина. И мы в субботу уже, там мы знаем, как первые шаги необходимо сделать на сход граждан, для того, чтобы подать в программу. И в субботу вот мы уже к нему выезжаем для того, чтобы запустить этот процесс. У вас очень активный мужчина, это не именно Киеванович, это же губернатор. Он занимается, действительно, я просто это знаю, газификацией, кстати говоря, даже на Краснодар все время внимание обращают, на благоустройство. Поэтому нужно и в его офис тоже обращаться, наверняка не подключиться. Самое сложное, это вот последние мили подключение к домам от магистральной трубы, это самое сложное. Также Владимир Путин выступил перед многотысячной аудиторией на церемонии закрытия форума. Событие приурочено ко Дню Добровольца. Там же наградили и победителей конкурса «Доброволец России». Общий призовой фонд составил 45 миллионов рублей. Мы насходимся с вами в Сочи. Именно здесь был дан мощный толчок развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране. В период сочинской зимней олимпиады. А сейчас, сейчас волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек. Это огромная армия. Конечно, волонтеры, волонтеры работают бескорыстно. Но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку проводимого конкурса «Доброволец России». Краснодарский край на форуме добровольцев представляли более 400 человек. А Сочинский волонтерский центр признан лучшим в России.